Как ты помнишь, основным детективом недели это было исчезновение министра здравоохранения Омской области. И как его искали, какие были брошены силы, авиация, спецтехника. Из Москвы даже доставили несколько овчарок, которые приучены находить министров по запаху. Когда-то так нашли Мединского во вторсырье, но собаки не потеряли квалификацию и находят министра везде. Его искали, этого министра искали тогда под каждой кочкой, искали в берлогах у сладострастных медведиц и медведиц нетрадиционной ориентации, искали в бобровых хатках. И вот когда еще исход этого поиска был непонятен и неизвестен, я вот тогда уже понимал, что проблема, конечно, заключается в том, что министра не там ищут. Абсолютно не там. Вот хорошего министра здравоохранения надо искать в Гарварде среди выпускников. Ну вот какой нормальный человек будет искать себе министра в лесу, в берлоге или под кочкой? В лесу под Омском. Там надо искать художественные формы мха, древесину, какие-нибудь корешки, грибы, наконец, опята, мухоморы. Можно найти алкоголика лесника, но министра хорошего там найти невозможно. Потому что этот парень, когда потерялся в лесу, надо было все, как бы на этом ставить точку. Потерялся и все, да, и больше находить не надо было ни в коем случае. Потому что, во-первых, периодически надо обслуживать каких-нибудь грибников. И потом у Беднерово Омского здравоохранения появилась хоть какая-то надежда. Но, к сожалению, его нашли. Хотя, прямо скажем, министр там такой на троечку. Одно дело управлять сгнившей, распавшейся медициной, другое покрывать там всякие ГБшные проделки. И то, вспомни, как он покрывал. Он покрывал криво, испуганно. А вот эта вот его лицемерно испуганная физиономия главврача Мараховского, она разрушала всю тщательно выстроенную оперативную картину. Он еще тот конспиратор. Боялся он сильнее всех. И главврач тоже, в общем, был сильно ниже среднего. Но как там тряслись все врачи, когда пропал Мараховский? Они же понимали, что будут заметать следы и понимали, что будут, скорее всего, заметать до последнего врача. Там уже немножко замели, простите. Там немножко замели. В таком случае, кое-кого уже нет. Вот сплюсовав с несколькими загадочными смертями, они могли поверить в проклятие Навального, как верили там в проклятие Тутанхамона. И предполагая, что началась глобальная зачистка свидетелей, все сотрудники больницы в панике были готовы бросать клизмы, бахилы и уходить в леса навсегда. То есть клиника могла бы остаться. Был в леса, его просто не должны были найти. Ну, будем на это надеяться. Но нашли же, да?